И снова здравствуйте, всем привет! Итак, вот разбираюсь я именно с анимациями обезьян, то бишь шимпанзе. И что пришлось для этого сделать? Информации очень мало. Пришлось установить вот эту вот игрушку. Посмотрите, я записал прохождение чуть-чуть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрел, как он здесь двигается, какие анимации. В принципе, анимаций мало. Это лазание по деревьям, ходьба на ногах, ходьба, значит, согнутым. И, в принципе, пару ударов. Ну и там еду собирает, и камень об камень бьет. Нормально, все это дело постараюсь теперь рассмотреть, как сделать. Давайте первую анимацию хочу попробовать. Это именно лазание по дереву. Так, сначала shift-a, добавлю mesh, добавлю, значит, цилиндр. Это будет у нас типа дерева. Это повыше делаем. И, значит, чуть-чуть пошире. Ну, что-то в этом духе. Так, чуть-чуть подальше. Так. Выбираем персонажа. End panel screencast key. Выбираем, значит, чтобы видно было, что я буду нажимать. Ну, а теперь post-mod и погнали, значит, ставить его в позу. Я буду делать именно по скринам. Там скрины очень гадкие, поэтому я, по-моему, показывать не буду. Но попробую по ним потихоньку. Играя, играл в игру, и кое-что так для себя немножко понял. Так, G. Ставим первую лапу, значит, на дерево. Вторую ставим пониже. Тоже чуть перекручиваем. Ну, если что-то не получится, ну, не суть вопроса, потом будет, ну, подправлять буду. Значит так, это опять же на дерево цепляется. Следом что идёт? Так, тройка на нампаде. R перекручивается позвоночник. Так, чуть-чуть, наверное, позвоночник где-то вот в этой части всё сгибается. Теперь G, R, перекручивается лапа. Так, здесь она тоже перекручивается. И ставится вот на дерево. Вот так вот. Так, и поближе где-то вот сюда. Ну, согнутая тоже должна быть. Пальцы я согну по примитиву. Значит, просто вот таким вот образом. Тройка на нампаде, значит, R. Просто первую вот эти фаланги согнул. Пока без выядрёжей. И значит, как бы она вот чуть-чуть вот так должна быть. Потом она должна стоять где-то вот сюда. Чуть-чуть ещё как бы перекручена. И вот этот вот локоть должен выходить вперёд. Так, голова. Сразу голова, значит, должна быть поднята кверху. Он же смотрит, куда лезет. Это где-то вот так. И следующая, значит, лапа. Вот эта лапа. Значит, G. Значит, R. Значит, R перекручиваем. Ещё вот под таким углом выравниваем. Ещё немножко перекручиваем. Ещё немножко. Ну, как обычно геморно. Но посмотрим, что получится. Так, теперь. Она идёт вверх. И опять же, вот эти первые фаланги я опять же подзагнул, что он ими цепляется. И ходит он, в принципе, на первых фалангах. Вот этих. На косточках вторых фаланг. Значит, так. R. Зацеп. Значит, управляющая косточка. Значит, поближе к дереву. На натяжечке. Тут теперь ещё в чём вся фишка. Вот эта ключица должна... Значит, раз рука вперёд подана, и ключица должна быть вперёд согнута. Но, так как он... Нога поднята, и это вытянутая, то тазовая кость должна быть тоже согнутая. И вот эта... Где-то вот эта на косточках побольше сделала. Позвоночная тоже должна быть изогнута. Где-то вот в этом духе. Так, тройка на нампаде. Где-то вот такой вот, значит, такой расклад. Так, это значит ещё G поближе, прямо в дерево можно ввести. И вот это тоже. И вот этот таз. Тройка на нампаде, значит, G чуть-чуть поближе. И чуть-чуть как бы вот на оттяжечку. А эта нога, наверное, всё-таки повыше должна быть. Ну, вот будет первый такой, значит, первый кадр. Его можно, значит, приподнять повыше. Почему? Потому что потом будет анимация, где он сидит у дерева и запрыгивает на дерево. Это тоже будет покадровка. Я её тоже постараюсь сделать. И так, сбоку это выглядит со спины вот таким образом. Сбоку вот так всё это дело выглядит. Так, теперь нам понадобится перемотать таймлайн. Теперь у нас идёт пятый кадр. Так, на пятом кадре у нас G, рука уходит вот сюда. А таз, тройка на нампаде, немножко G поднимается. Вот таким вот образом. А, и прописка. Почему у меня так прописывается? Потому что я взял или зубы с миксама, вот этот всё делал, или глаза. Короче, что-то вот с этим делом связано. Не знаю, не разобрался так точно. Просто скелет вставлял свой. Значит, персонаж у меня же браш, а прописка идёт именно как с миксамовским, ну, как ридём. Так, на десятом кадре здесь уже понятно ход событий, да? М, значит, G. Ещё выше поднимаем обезьяну. Нога, вот эта G, значит, сгибается. R можно чуть-чуть вот так перевернуть. Упор идёт на эту ногу. Позвоночник, я думаю, что нужно уже немножко как бы выровнять в эту сторону. Он цепляется, аж упор, да? И вся напруга уходит вот на эту ногу. Ну, как бы вот так. Так, а вот эта лапа, по-моему, должна G ещё выше как бы быть. И позвоночник, так, тройка на нампаде, позвоночник R, как бы больше, наверное, откинуть должен в эту сторону быть. Так, раз, R. Так, G немножко пониже. Кто-то в таком духе, наверное. Потому что это всё-таки ещё пятый кадр. И вот эту лапу, ну, правильно, где-то так, значит, A. И прописка. Так, теперь нам понадобится пятнадцатый кадр. И на пятнадцатом кадре, да, что нужно сделать? Значит, тройка на нампаде. Пробуем поднять тело, значит, это тело поближе к дереву уходит. И вот эта нога... Так, ага, ближе не получается. Так, нога, нога. Так, тройка на нампаде, G. Угу, эту ногу мы... Так, а почему она не отворачивается? А потому что у нас косточка есть управляющая. И мы её вот сюда... Так, отводим в бок. Угу, где-то так. И тройка на нампаде, G. Лапа ещё выше идёт. Получается, значит, искривление позвоночника. Но шея... Так, вот эта вот шея... Чуть-чуть вот так, как бы... Так, ключицу-то я подтягивал, да? Ключица уходит в эту сторону. Это в натяжечку. Возможно, даже её немножко больше перекрутить. Но это уже на следующих на кадрах. Так, и вот здесь, значит, лапу уже ставим повыше. Повыше. Вот, вот так. А, и... Прописка прошла. Теперь нам понадобится 20-й кадр, где он упор поймает на другую ногу. Так, вот здесь вот G лапа ещё только подходит. А, и прописка. А на 20-м, значит, лапа ещё больше становится наверх. И вот эта рука G хватается, значит, за дерево. Позвоночник немного перекручивается. А, и прописка прошла. Так, раз, два, три. Смотрим, теперь давайте 25-й кадр. Так, на 25-м кадре G ближе к ветке, он наклоняется, да? Вот так как-то. И немножко рука фиксируется. Значит, G... О, А, и прописка прошла. Так, смотрим. Так. Нормально. Теперь 30-й кадр. Надо его дальше так толкать, толкать потихоньку. Так, давайте 35-й кадр сделаем. Так, на 35-м кадре мы уже, так, персонажа толкаем кверху на ногу вот эту. А эту ногу уже, значит, так, R. И палец можно R подсогнуть. Или пусть в напряге держит. Так. Здесь теперь позвоночник в эту сторону. Он же уже держится, да? А здесь таз можно немножко выравнивать. Ну, где-то так. Ну, можно еще головой поиграть, типа, на руку пусть посмотрит. А, и прописка прошла. Что у нас 30-й кадр делает? В принципе, 30-й уже сам прописался. Все, это значит, и прописываем 30-й кадр. Теперь делаем 40-й. Так, на 40-м немножко интереснее. Это значит, тройка на нампаде G. Идет отход. Подтяжка. А, и прописка прошла. Возможно, нужно будет его выше поднять тут. Сейчас 45-й. Так, давайте сразу 50-й сделаем. Это значит, так, на 50-м должна нога вот эта стать ровная. Это значит G. Поближе к дереву. А вот эта нога стать уже вот сюда. И, значит, здесь перекручивается вот эта штукенция. Конечность. И вот эта лапа, так, значит, здесь делает как бы поближе упор на вот эту вот лапу, которая держится. Можно еще тут потом создать какую-то движуху, значит, кистью чуть раз, типа напряглась. Децел ее подвинуть. А вот эта лапа уже опять уходит у нас кверху. Так, и раз эта лапа уходит кверху, а эта держит упор, значит, вот эта штука должна быть к этой наклонена. Шея перекручена, может чуть-чуть сюда быть. И, значит, вот как выброс идет, наверное, она еще не должна прикоснуться. Вот, раз. И получается, так, не эта кость. значит, теперь R чуть-чуть вот так. Ну, в принципе, должно пойти. и прошла прописка. Значит, на 45-м чуть надо поменять положение рук. Вместе они не могут быть. Так, эта лапа чуть-чуть назад. так, а эта тогда лапа уже ну, в принципе, да, она вот чуть-чуть больше должна дать. Где-то вот на уровне она как бы бросается. И теперь она должна ее выбросить. А и прописка. Вот это раз. Все. Теперь у нас выходит 60-й кадр должен быть и пропишется автоматически 55. Здесь идет уже просто значит прижимаем его к стене чуть пониже. Ногу опускаем. и значит G R чуть идет зацеп. Так, здесь теперь идет перекрутка позвоночника. Вот таким вот образом. И, наверное, немножко так тройка G напряг дать. Так, а вот здесь по-моему позвоночник сюда. Ну да, ну голову можно еще сюда к этой руке значит подтянуть. А, и прописка прошла 60-й кадр. Так, это значит 55-й. И на 60-м можно еще создать движуху, значит, ну как бы чуть-чуть еще приподнять и R кисть напрячь. так, так, погодьте. Так, а, и прописка прошла. Ставим 61 кадр, Enter. как тройка на нампаде. Отключаем видимость костей, Move. Ну все, в принципе, вот он должен теперь вот этот первый кадр, если его по пути пускать, смотрим первый кадр. Так, вот он идет зацеп. так, то идет следом вот пятый кадр должен попасть. Или должен вот этот кадр стать 60-м. это значит Shift D. Ставим его сюда. И понятно, что нужно поставить метку по ногам, да? Так, у меня нарисовала. И тогда ставим вот этот кадр, вот эту, значит, покадровку вот сюда. Ну и прописываем A и все, прописка прошла. А так жмете Lock Road. Повторюсь, что у меня сбой какой-то пошел из-за значит какой-то части. Ну Mixam аддон вот он стоит. Я в принципе им еще ничего пока такого не делал. Ну вот настройка была по прошлому ролику именно по мультфильму. Я менял настройки вот этого Рига Mixam Москва. И возможно что-то вот наложилось, блокануло. Так смотрим. Ну вот он ползет. Тут теперь можно ускорить, замедлить. В принципе покадровка нормальная. где-то вот эту часть потом можно или убрать или еще что-то. Но если будет ролик какой-то тем более в игрушке со спины ну это будет нормально выглядеть. так только вот здесь так толчок можно вот этот толчок именно поменьше сделать когда получается нужно поменять два кадра вот этих. Это не суть вопроса. Главное что он движется. 60 кадров вроде бы должна быть анимация нормальная. Скорость лазания. Но теперь это нужно протестить именно курву поставить и пустить его по пути и посмотреть как он будет лазить. Так вот пока такой разбор полета. Так вот здесь мне чуть-чуть не нравится вот это вот искривление значит лапа если идет то правильно позвоночник гнется но в принципе здесь все правильно так потом здесь он гнется в другую сторону тоже верно потом идет зацеп нога фиксируется вот вот и где нога фиксируется можно создать еще какую движуху чтобы более реалистично значит все это дело было вот он зацепился и как бы чуть-чуть вот так вот создать включение такое назад отход и наклон вперед а и прописка прошла так это значит вот этот кадр не туда перескочил не проблема но идем на 25 и вот уже больше движений больше такой требухи у него начинается и реалистичнее кажется но это я еще пошаманил это какие-то возможно добавлю искривление искажения и так вот первая анимация уже готова почти готова так следом будет анимация прыжка на ствол и получается что когда он запрыгивает на ствол дерево начинает замедляться ну сначала ну как зафиксируется а потом поползет вот такая вот задумка значит это все будет отдельно все покадровки вот эти будут анимации отдельные чтобы потом можно было их использовать в игрушке ну ствол понятно уберется камера свет останется или только риги останутся там будем уже можно будет решить этот вопрос самое сложное это будет разобраться с бегом прыжками всякими такая стука это вроде понятно нога вперед нога назад это вроде попроще ну вот такая информация все всем пока до свидания